Спонсор программы финансовая группа Сберегательный Союз. Сбережения до 19% годовых. Здравствуйте, в эфире программа Город действующие лица. Меня зовут Алексей Шлебов. Сегодня мы с вами будем говорить о работе спасателей, о работе городских спасателей. Тем более, что очень печальные события произошли у нас в феврале, и этим людям пришлось работать в чрезвычайных ситуациях. А гость нашей сегодняшней программы, начальник управления гражданской защиты Краснодара Василий Крамаренко. Здравствуйте, Василий Васильевич. Добрый день. Ну вот то, что касается этого крупного пожара, который произошел, если позволите, мы поговорим об этом чуть позже. Давайте, что называется, к текущим делам. Ну, зима закончилась, причем уже не только по погоде, но и календарная зима закончилась. Наверное, можно подводить какие-то первые итоги, как мы прожили эту зиму, с учетом того, что уже морозов не будет. Да, печное отопление там и обогреватели мы сейчас, я очень на это надеюсь, будем пользоваться реже. Много ли было ситуаций, при которых, ну, скажем так, у спасателей или у Вашего управления были волнения, была дополнительная работа? Ну, волнения есть всегда. У нас всегда человеку чего-то не хватает. Зимой холодно, летом жарко. Значит, в июне дожди идут. Ну, зима в этом году была холодная, причем холода начались еще в декабре месяце, как никогда. Ну, особых катаклизмов не было, особых чрезвычайных ситуаций по холоду и по зиме тоже не было. Даже снежных заносов толком не было. Был один снег, порядка 5-7 сантиметров выпадал, а таких особых не было. Единственное, беспокойство доставило, если честно сказать, это низкая температура, продолжительная. И несколько раз становился лед, причем становился даже до 7-8, местами до 10 сантиметров. Имеется в виду на водоемах. На водоемах, да. Но я не считаю реку Кубань. Да, конечно. Она полностью не останавливалась. Местами был лед у берега, где небольшая глубина, потому что в Кубани очень большое течение, водовороты. И остановить Кубань достаточно сложно. Надо порядка 25-30 градусов мороза и несколько дней, чтобы встала Кубань. Лед, хотя у нас выход на лед запрещен на водных объектах и ловля рыбы, тоже самое запрещено. И выход, и выезд, тем более транспорта на лед. Но нам удалось, благодаря всем действиям всех служб, администрации, населению, общественным организациям, учителям, школам, проводить массу мероприятий по предупреждению и недопущению гибели. И случаев провала людей, тем более детей, в этом году под лед у нас не происходило. Опять же, насколько были готовы спасатели, насколько была готова полиция, которая должна была в том числе патрулировать вот эти самые водоемы. Как сработали эти службы, как сработала координация для того, чтобы не допустить выход людей на лед? Ну, все мы помним печальный случай, когда произошла трагедия в Тимошевске, в садоводе. Опять же, это в самом начале зимы было? Да, это в самом начале зимы было. После этого было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности краевой, потом городской. Сразу же в этот же день были приняты соответствующие меры, выполнили указания губернатора, развернули мобильное табло с оповещением населения, бегущие строки по всему городу. Табло развернули с информацией о температуре воздуха, температуре воды, толщине льда, что как, что. Установили новые дополнительные знаки, помимо запрещающих, установили информационные знаки о том, что выход на лед запрещен, опасно для жизни. Какие случаи происходили на водных объектах. Было более тесно организовано взаимодействие между полицией и казаками, и их приблизили к спасателям. У нас спасатели занимаются патрулированием водных объектов каждый день, и поэтому ближе к спасателям придвинули и полицию совместно с казаками. То есть все водные объекты были охвачены и проводили мероприятия по недопущению выхода людей на лед, особенно когда он был тонкий и рыхлый. И этим самым обеспечили безопасность людей на водных объектах. Мы с вами встречались где-то ближе к зиме, весною, и говорили о тех мерах, которые нужно, мерах безопасности, которые нужно предпринимать. Мы говорили о том, что на тот период нужно было посмотреть печки, нужно было посмотреть дымоходы, нужно было провести определенную проверку, техническое обслуживание того обогревательного оборудования, которое есть. И вы тогда делали особый акцент на дачные поселки, на те пригородные, населенные пункты. С одной стороны это дача, с другой стороны там достаточно большое количество людей, которые проживают практически постоянно. И вы говорили о том, что проводилась в том числе и работа с председателями таких садовых товариществ, в том числе и противопожарные. Насколько эта работа была проведена, на ваш взгляд, эффективно? И как у нас вот те же самые дачные поселки или там частный сектор пережил зиму? Зиму много ли там было чрезвычайных ситуаций? Ну чрезвычайных ситуаций, слава богу, нам допустить не было чрезвычайных ситуаций. Хотя зима была продолжительная, холодная и произошло 12 пожаров в индивидуальном секторе, дачные, садоводческие товарищества. Причем пожары возникали в основном из-за неосторожного обращения с огнем, при пользовании неисправными электронагревательным оборудованием, печами, газовым оборудованием. Поэтому 12 случаев есть. Даже были случаи из этих 12 пожаров, 7 пострадавших при пожарах. Ну гибели нам удалось избежать. А так случаи, конечно, были. Если сравнивать, ну я не знаю, этот год и прошлый год, эту зиму и прошлую зиму, да, давайте так возьмем. Есть какая-то в этом отношении динамика или примерно сопоставимые цифры по количеству пожаров, по количеству людей пострадавших? Я сейчас беру вот то, что мы говорили. Я понял. Дачный сектор, да, там частный сектор. Хотя зима была более... Суровая. Суровая, да. Так сказать, холода были более продолжительными. Зима-то, она продолжительнее быть не может. Тем не менее, работа была организована намного эффективнее и намного объемнее. Было и охват населения, и информирование населения, обучение, подготовка его, доведение памяток, листовок, изучение требований безопасности при пользовании всеми этими и электронагревательными приборами, и газовым оборудованием. Все это было организовано, причем организовано было еще с ноября месяца, чтобы предупредить наши главные задачи. И поэтому удалось не увеличить количество пожаров, и тем более количество пострадавших. У нас бывает иногда и погибших на пожарах, бывает. В этом году пострадавших, семь погибших удалось избежать. Мы как-то с вами говорили, это было не в прошлом году, это было пару лет назад. Мы говорили о том, что произошли изменения, в том числе и в противопожарном законодательстве. Мы говорили о том, что возросла ответственность руководителей предприятий и руководителей юридических лиц. Мы говорили о том, что у нас в Краснодаре существуют определенные курсы для ответственных на предприятиях по противопожарной безопасности. Если это крупное, то отдельный человек. Если мелкое предприятие, то там директор за это отвечает. Как вот этот вот сектор, я имею в виду сектор юридических лиц пережил зиму, были ли там какие-то ситуации? Насколько ответственные готовы контактировать с властями, с пожарными службами, со спасателем для того, чтобы предотвратить на своем производстве те или иные ситуации? Ну скажем так, мы устойчиво движемся в том направлении, чтобы более тесно взаимодействовать и организовывать безопасность. И доводим, что за безопасность населения отвечают все. Любой руководитель отвечает за безопасность подчиненного ему, неважно, работников или кого-то, жителей. Если управляющая компания знает, что у нее соответствуют свои дома, свои жители, неработающее население, пенсионеры. Все это было организовано, с ними взаимодействие, все знают о том, как обеспечивать безопасность. И основной метод обучения, особенно неработающего населения, это через территориальные центры, на которых подготовлены учебно-конституционные пункты. Это специально для неработающего населения. А так все руководящий состав, все работники могут проходить обучение у нас на курсах гражданской обороны. У них они аттестованы, имеют лицензию на подготовку по пожарно-техническому минимуму. То есть каждый руководитель обязан наряду со социальными специальностями и по гражданской обороне, по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, по охране труда, то же самое, проходить обучение по пожарно-техническому минимуму. Вот здесь вот есть две вещи, да, обязан и проходит, да. Выполняют ли руководители вот эту обязанность, приходят ли они, проходят ли они, нужно ли их понуждать, или сейчас, когда вот эта сознательность начинает расти, и мы начинаем понимать, что это не просто прихоть государства, это необходимость, которая спасает, в конце концов, человеческие жизни. Ну, скажу так, что где-то в сентябре месяце мы готовим план комплектования по всем программам, по всем, создаем группы, когда кто обучать, и полностью этот план, бывает такое, что мы план перевыполняем аж 256 процентов. Я, конечно, недоволен таким, что, значит, планируем не так, как надо, а больше планировать мы не можем, потому что охват и население, и группы, то есть по плану мы все выполняем, и оно бывает такие... То есть запрос общества есть? Да, особенно, допустим, муниципальные учреждения, они стараются обучить всех, особенно по охране труда, по пожарно-техническому минимуму. Это пользуется большим спросом. То, что касается массовых праздников, раз уж мы пока, да, заканчиваем тему зимы, то же самое Новый год, большое скопление людей, и площадь, и объекты культуры, и образования, плюс еще салюты, та же самая площадь, фейерверки. Здесь, как мы пережили вот эти праздники с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения работы вашего управления? Ну, скажем так, у нас официально на территории города ни одного места, узаконенного для проведения салютов, фейерверков нет. Есть такие места, где проводятся они на Пушкинской площади, на Театральной площади, вот это в основном два места. И на всех этих местах мы усиливаем группировку пожарных, чтобы компенсировать уменьшенное расстояние от места проведения салюта до площади. Поэтому мы ставим несколько пожарных машин, чтобы обеспечить пожарную безопасность, выставляем наряды полиции, казаков оцепляем, чтобы никто не мог проникнуть к месту проведения салюта, к месту падения там остатков огня. Поэтому все это организовано. То есть здесь тоже никаких происшествий не было? На постоянном контроле проблем нет. В этом месте давайте сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу, а потом обязательно вернемся к нашему разговору, и уже здесь поговорим о тех спасателях, о тех людях, которые в городе Краснодаре обеспечивают нашу безопасность. Рекламу на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о работе спасательной службы Краснодара. Василий Васильевич, но у нас сейчас достаточно, я не знаю, правильно говорить слово, группировка. Группировка спасателей в городе Краснодаре, я имею в виду именно в муниципальной службе. Мы много раз об этом говорили. Сколько сейчас человек работает? То, что касается именно муниципалитета. 396 человек в службе спасения. Четыре аварийно-спасательных отряда, причем два боевых, мощных, выполняют все виды работ, на которые аттестованы эти два отряда. Третий отряд у нас, это больше его направленность инженерный, там у него порядка 15 единиц техники, больше наклонность инженерная. Это водооткачивающая техника, дизельные и бензиновые электрогенераторы для оказания помощи, особенно социально значимым объектам при отключении электроэнергии, при возникновении каких-то аварий, чрезвычайных ситуаций. Также... И все спасательные отряды, и все спасательно-пожарные отряды. Помимо этого, у нас еще этот отряд занимается демонтажом незаконных установленных рекламных конструкций, поэтому там есть специальная техника для этого приготовлена. Автокран, КАМАЗы, манипуляторы, мехрука, гидравлическая, все это подготовлено, все это используется, и этот четвертый, или нет, третий отряд, пользуется очень большим спросом. Четвертый отряд, он у нас маленький, он в основном дислоцируется в юбилейном микрорайоне и направлен только на обеспечение безопасности людей на водных объектах в данном секторе, в данном... То есть имеется в виду Кубань, да? Да, только в основном он стоит на Кубани, там по 2-3 человека дежурят, спасательная лодка у них, только они выполняют вот эти задачи. Шесть у нас спасательно-пожарных отрядов, причем пять боевых, ну они все боевые, но пять расположенных дислоцируются во всех сельских населенных пунктах, это начиная от Капанской, хутор Капанской, индустриальный, знаменский, хутор Ленина и в станице Старокорсунской. И шестой отряд, он дислоцируется у нас в городе, и в основном, хоть он и не имеет свой район выезда, привлекается и для выполнения боевых задач, но в основном он используется у нас для обеспечения безопасности, проведения общественно-политических, культурно-массовых мероприятий. Вот то, что мы говорили в первой части программы. Да, 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 и фейерверки, в том числе полностью этот отряд везде привлекается для проведения и федеральных, и краевых, и муниципальных всех праздников, всех мероприятий. Накануне нашей с вами встречи корреспондент нашей программы побывал в одном из отрядов, подготовили мы сюжет, давайте его посмотрим, потом вернемся к нашему разговору. Прошу. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Товарищ Татьяна. Рабочая смена у спасателей начинается с утреннего построения. Предыдущая бригада сдает дежурство. Приступающие к работе пожарные принимают оборудование и отчитываются о составе боевого расчета. Обязательная процедура – проверка удостоверений пожарного. Спасатель пожарный заступил вторым номером, принимая напорные рукава 66-77, принимая рукавные задержки. На смене спасателям скучать не приходится. Их рабочий день расписан по часам. Сразу после утреннего построения начинаются занятия. Сидя за партой, борцы с огнем обновляют свои знания. Например, сегодня они повторяют должностные инструкции. Спасатель пожарный должен знать место расположения, конструктивные особенности зданий и сооружений, важнейших объектов в зоне обслуживания отряда, тактику тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Помимо теории, спасатели регулярно отрабатывают практику. Им необходимо всегда держать форму и оперативно реагировать на вызов. После сигнала тревоги пожарная бригада должна всего за одну минуту надеть экипировку и выехать на тушение. В отряде находятся два пожарно-спасательных автомобиля и две единицы спецтехники. Например, уникальная газо-дымозащитная машина, сделанная специально для Старокурсунского отделения по их собственным расчетам. Он очень уникален. Уникален чем? Что он мобильный и что на месте проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров можно проводить заправку баллонов, сжатых воздухом, для газо-дымозащитников. Выезжает этот автомобиль на тушение пожаров, который специалисты классифицируют не ниже третьего ранга. Такой, например, произошел недавно в многоэтажном доме одного из микрорайонов Краснодара, в локализации которого участвовал отряд. К слову, спасатели экипированы не только на борьбу с огнем. В отряде есть все необходимое для помощи гражданам в любой экстремальной жизненной ситуации. Он предназначен для обеспечения безопасности жителей Старокорсунской прилегающих территорий, защиты от пожаров, обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, обеспечения безопасности на водных объектах. Также выезжает на другие аварийно-спасательные работы, оказывает помощь населению в полном объеме, по мере возможностей, по заявкам граждан. Отряд был создан в 2014 году. На службе в нем находится более 40 человек, которые за недолгое время существования отдела уже спасли немало человеческих жизней. Ну вот здесь, это Старокорсунская, мы говорили уже по поводу этого отряда. Ведь там, получается, есть и водохранилище совсем недалеко, то есть на воду приходится выезжать, да, трасса федеральная, Дон, и то, что мы видели, вот последние пожары, это достаточно, ведь, далеко от них. То есть большая территория у них охвата. Чем у нас отличаются наши спасательно-пожарные? Тем, что они не только пожарные, они и спасательно-пожарные. И выполняют все задачи. Вот даже возьмем ледяной дождь, все пожарные спасательные отряды имеют и бензопилы, и весь комплект аварийно-спасательного инструмента. Каждая машина пожарная укомплектована полностью аварийно-спасательным инструментом. И вот было сказано, что две специальные техники, помимо две машины, это вторая техника, это прицеп и лодка, для того, чтобы оказывать помощь рядом в водохранилище, оказывать помощь на водных объектах, по обеспечению безопасности людей на водных объектах. А вот такая уникальная машина, о которой говорили, она единственная в Краснодаре? Или, допустим, под разные задачи мы можем комплектовать разные машины? Ну, у нас таких две, у нас, в смысле, муниципальные, не считая 12-й отряд, спецчасть, там, соответственно, они свои машины есть везде. У нас, мы когда создавали отряды, специально их брали и создавали порядка 7-8 человек в смену, для того, чтобы можно было полноценный, это расчет газодымозащитной службы не менее трех человек. Поэтому только вот это вот, они занимаются с использованием изолирующих противогазов, изолирующихся, могут входить в огонь, в дым для спасения людей и оказания помощи в зданиях, помещениях. Поэтому у нас людей хватает. Теперь, если позволите, все-таки к пожару, который случился в музыкальном микрорайоне, насколько, на ваш взгляд, сработали службы? Я сейчас не беру даже работу пожарных, я сейчас беру вот эту вот работу, как бы это правильно сказать, наверное, мобилизационных служб, да, когда ведь нужно было людей перевести в пункт сбора, это, насколько я знаю, была школа, да, там им какое-то питание организовать, я не знаю, обогреть их, да, нужно было потом расселить их по гостиницам, дальше проводить какие-то работы, подключить службы администрации, я не знаю, там, социальные, торговлю, медицину и еще что-то. В этом отношении, как мы сработали, вот в этой чрезвычайной ситуации? Ну, чрезвычайная ситуация была объявлена, не снята еще до сих пор. Я думаю, что у нас завтра закончится расселение жителей из гостиниц уже под наемные квартиры, и тогда мы после этого только снизим, снимем режим чрезвычайной ситуации, хотя аварийно-восстановительные работы по восстановлению дома ведутся, и будут до полного завершения, и предоставление жилья пострадавшим населению будут вестись. Как сработали службы? Ну, при возникновении пожара был сразу объявлен, потому что жилой дом сначала второй ранг, потом пока выдвинулись туда, и я выдвинулся туда на третий, потому что привлечена масса сил и средств была. Единственное, что было сначала затруднение в тушении пожара, это невозможный подъезд пожарной техники к месту тушения пожара. Помимо того, что мало, маленькое расстояние между домами, очень тяжело проехать, но там еще было все заставлено частными машинами, а еще после снега, снег-то еще выпал, там очень тяжело было, пришлось машины и растаскивать, и вызывать эвакуаторы, которые помогали отвозить машины, стоящие здесь, в сторону, чтобы можно было подъехать, протянуть рукава. Но еще, хотя воды, в принципе, для тушения пожара хватало, потому что использовали два гидранта, и один протянули рукав от большого гидранта, порядка 250-300 метров, и воды, в принципе, хватало вполне. Хотя, честно сказать, у нас на весь музыкальный район немного гидрантов, немного, их порядка 12-15 гидрантов, что значительно мало. С другой стороны, если этот район предназначен был для индивидуального жилищного строительства, то там гидрант устанавливается один на квартал. Ну да. А если уже брать многоэтажные дома, какие застроенные подъезжие сейчас, там уже через порядка 200 метров должны стоять гидранты. Поэтому, ну а так, воды, в принципе, хватило, сил хватило в полном объеме, это для тушения пожара, потому что было задействовано сразу 15, потом 19, более 20 единиц техники, личного состава, и привлечено было более 100 человек, все были там, находились полностью. По поводу у пострадавшего населения, сразу было принято решение развернуть пункт временного размещения на базе 66-й школы. У нас их порядка в городе 27 пунктов временного размещения, они все спланированы на базе общеобразовательных школ. Все жители, ну сами понимаете о том, что долго в школах население жить не может, потому что учебный процесс мы остановить не имеем права. Ну и условия проживания тоже. Ну и условия хотим мы не хотим, школа есть школа, хоть и люди будут там, все системы жизнедеятельности, жизнеобеспечения были организованы. Там возглавила этот процесс подготовки школы заместитель главы Лилиана Николаевна Егорова, и все помощники ее, руководители департамента управления были там. Школа была подготовлена на 300 человек. Все 213 человек, кто отселялся, жители этого дома, они прошли регистрацию в школе, их там разместили, накормили, учет завели. И после этого было выделено 4 автобуса у нас с трамвайно-троллейбусного управления. Они перевозили пострадавших жителей сначала от дома к школе, и потом после регистрации, после того, как их напоили горячим чаем, развозили по гостиницам. Сначала в Кавказ гостиницу, потом в остальные гостиницы. Ну что ж, спасибо большое, Василий Васильевич, что пришли, ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о работе спасателя, мы сегодня подводили зимние итоги, а гостем нашей сегодняшней программы был начальник управления гражданской защиты Краснодара Василий Крамаренко. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все, увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»